Ксения Собчак высказалась на злободневную тему для отечественного шоу-бизнеса – тему ограничения концертной деятельности в канун Нового года. Она раскритиковала призывы Валерия Меладзе к коллегам отказаться от съёмок в новогодних «Голубых огоньках» в ответ на новые ограничительные меры по коронавирусу. Меладзе стал очередным артистом, который жаловался властям на падение своих доходов в пандемию. Требуя от государства помощи, певец предложил товарищам бойкотировать съёмки кассовых новогодних телепередач. Потом, правда, пояснил, что только делился своим мнением и негодованием, и даже попросил его отправить в красную зону ковидной больницы, чтобы поддержать врачей. Но неосторожные слова исполнителя не забылись. «Если бы призыв Меладзе к бойкоту сработал, вся страна бы была лишена Нового года», – заявила злобно Собчак в новом выпуске своего ютуб-шоу. Надо отметить, что не она одна упрекнула Меладзе. Пугачёва, Галкин и другие звёзды открестились от слов своего коллеги, сказав, что некоторые люди в это непростое время пытаются поставить свой заработок превыше жизни людей. Меладзе заодно упрекнули, что не такой он уже и бедный, у него в наличии есть магазины, приносящие стабильный доход. Отмена новогодних выступлений стала большой проблемой для рядовых артистов, у которых нет огромных зарплат. Таким людям государство должно помогать финансово. Но так как у нас Россия, а ей управляет Путин, то помощь это не финансовая, а словесная. Наобещал, пообещал и не дал. Именно такого мнения придерживаются работники культуры.